В суде Хабаровского района за попытку сбыта более килограмма синтетических наркотиков осужден 40-летний горожанин. Из-за многочисленных просроченных долгов и кредита на новый автомобиль мужчина испытывал материальные трудности. Сначала он не хотел связываться с такого рода работой, но в январе этого года все же вспомнил о предложении, которое ему делал аноним в телеграм-канале. Сначала он был рядовым наркокурьером, прятавшим разовые дозы по тайникам. Делал он это по ночам, в свободное от основных занятий время. Первые же сутки работы мужчина сделал 55 закладок по половине грамма метилофедрона, получая 200 рублей за каждую. Впечатленный надежностью и работоспособностью нового сотрудника, куратор уже на следующий день предложил фигуранту подняться на ступень выше, стать мини-складом. Это означало, что хабаровчанин будет получать мелкооптовые партии и сам фасовать их, пряча в укромных местах. На каждый тайник составлялся фотоотчет, к которому мужчина привязывал географические координаты. На третьей неделе работы он все так же бесконтактным способом получал партии, вес которых уже исчислялся сотнями граммов. Их он должен был делить на небольшие партии для курьеров второго уровня обязанности, которых выполнял всего неделю назад сам. В день задержания Алексей поехал за килограммовой партией товара. Куратор скинул ему координаты места, адрес оказался в селе Мирном на придорожной улице. В указанном месте в яме у столба действительно лежал черный пакет. Как только курьер взял его в руки, возле него материализовались оперативники. Бежать мужчина не пытался и активно сотрудничал со следствием, подробно рассказав все, что он делал за три недели сотрудничества с магазином. Ему вменили лишь два эпизода попыток реализации синтетики. Судом Хабаровского района вынесен обвинительный приговор в отношении 40-летнего мужчины, который являлся участником организованной группы, который совершил два покушения на незаконно сбыт наркотических средств синтетического происхождения метилфедрона в крупном и особо крупном размере на территории Хабаровского района. Мужчина женат, у него есть 15-летний сын. С криминалом до этого он связан не был. В биографии фигуранта есть давно погашенная судимость за подделку документов, полученные еще в 90-е. Хабаровчанина отправили на 7 лет в колонию строгого режима. С места происшествия Виталина Кондрахина, Анастасия Манин и Андрей Алферов.